МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости на телеканале НЕКОПЛЁС в студии Светланы Воробьёвы. Здравствуйте! И сегодня в нашем выпуске. Изменить подписку о невыезде на ближайшем поведении. На заключение под стражу. Взять его под стражу в зале суда. Три года за взятку 300 тысяч рублей. Сегодня вынесен приговор за озерским чиновником. Я из Италии, но приехали из Москвы. Час 45 на высоте 8 тысяч метров. И вы в Карелии. Аэропорт Петрозаводск регулярно принимает и отправляет теперь авиарейсы. У меня был выпускной, я была в плаче красивом. 20 маленьких красавиц и 5 галантных мальчишек. В Петрозаводске прошел шестой конкурс «Маленькая красавица» и юный мистер Карелии. Итак, три года в колонии строгого режима за взятку в особо крупном размере. Сегодня Верховный суд Карелии вынес приговор чиновникам из Прионежья. Уголовное дело в отношении главы Заозерской сельской администрации Олега Николаенко и председателя Совета Заозерского сельского поселения Олега Корского было возбуждено осенью 2007 года. Чиновников взяли с поличным при получении взятки в размере 300 тысяч рублей. С заявлением о выделении земельного участка на берегу Онежского озера житель Петрозаводска обратился к главе Заозерского сельского поселения в июле 2007 года. За землю чиновник потребовал взятку. Передать ее надо было через посредника, председателя сельского совета Олега Корского. Деньги петрозаводчанин вручал прямо у здания администрации поселения. Николаенко и Корсаков были задержаны с поличным. Олегу Николаенко было предъявлено обвинение по статье «Взятка в крупном размере». Олегу Корсакову – пособничество в получении взятки. Стоит заметить, это уголовное дело стало шоком для родных Николаенко и жителей Заозерия. Этот пост он занимал более 10 лет и неоднократно переизбирался. Три года в колонии строгого режима. Такой приговор Верховный суд вынес обоим чиновникам. Преступление предусматривает наказание от 7 до 12 лет лишения свободы. То есть это особо тяжкое преступление. То есть получение взятки в особо крупных размерах, должностным лицом. Также в премиях я предлагала назначить минимальное наказание, предусмотренное частью 4 статьи 290. Это 7 лет лишения свободы, собывания в наказании в исправительной колонии строгого режима. Но суд, изучив все материалы дела, исследовав личность подсудимых, пришел к выводу о том, что возможно применить статью 64 к осужденным и назначить наказание ниже низшего предела. Из Петрозаводска начались регулярные авиарейсы в Москву и Санкт-Петербург. Для предприятия, которое еще недавно буквально загибалось от долгов по зарплате и других неурядиц, это большое событие. Переломило ситуацию решение законодательного собрания в феврале этого года депутаты одобрили выделение 47 миллионов рублей из республиканской адресной инвестиционной программы на то, чтобы выкупить имущество аэропорта. И сейчас в планах руководства постоянными авиарейсами связать Карельскую столицу не только со многими российскими городами, но и аэропортами мира. В зале Петрозаводского аэропорта непривычно многолюдно идет регистрация на рейс Дамасковой 1. Уже через несколько часов эти люди будут в Домодедово, в российской столице. У меня студенты вечером с четырех часов уже в Москве, в консерватории. У моих коллег репетиции, они завтра отбывают в Чехию. Пока идет предпосадочный досмотр пассажиров, на взлетную полосу садится компактный «Эмбрайер». В его салоне 30 пассажирских мест. Московские авиалинии используют этот борт как авиатакси. Из Москвы в Карелию сегодня он доставил 20 человек. Я из Италии, но приехали из Москвы. Ну хорошо, не очень способны, было трудно, я думал, ветер, но хорошо. Регулярные авиарейсы начались недавно и уже в мае. Аэропорт Петрозаводска обслужил 160 взлетов посадок. Дальнейшие планы руководства еще более амбициозны. Сейчас вот мы ограждение ставим и откроемся. Для всех международных рейсов у нас будет сюда прилетать с любых стран мира. Однако еще некоторое время назад на предприятии задерживали зарплаты. не было достаточного пакета документов для полноценной работы. Чтобы ситуацию переломить, республиканское правительство принимает решение выкупить имущество аэропорта и выходит к депутатам с предложением выделить из адресной инвестиционной программы для этого порядка 47 миллионов рублей. Парламент инициативу одобрил в феврале. Что изменилось на предприятии с тех пор, проверить это лично. В аэропорт приехал председатель законодательного собрания Николай Левин. Руководитель предприятий рассказывает спикеру. В ближайшее время планируют устанавливать светосигнальное оборудование, чтобы принимать самолеты не только в светлое время суток. А на чье оборудование? Импортное или наше? Нет, это наше оборудование, смешанное одним малой интенсивностью, что позволит в более худшую погоду производить посадку днем. А это значит, что значительно расширится география полетов и список самолетов, которые будут садиться здесь. Таким образом, из Петрозаводска можно будет в считанные часы добраться до любого российского или европейского аэропорта. Я помню, сам летал в город Ригу из Петрозаводска. Мы помним, что полетов было очень много. Это и Мурманс, и Санкт-Петербург, и Рига, и многие другие города Советского Союза. У нас вполне такая возможность есть. Сегодня 1 июня, Всемирный день защиты детей. В Карелии сотни малышей нуждаются в защите и поддержке. В первую очередь, это воспитанники детских домов, а также те, которые растут в малообеспеченных семьях. Нужна помощь также патронатным и приемным семьям. Сегодня для таких детей и их родителей в Петрозаводске состоялось представление. Это, казалось бы, бытовая ситуация и самый обычный разговор. Трубочистые принцессы, многих взрослых, сидящих в зале и держащих на руках малышей, задел заживое. Выбор между куском хлеба, оплатой коммунальных услуг или новым учебником часто встают и в семье Степченко. Жили и так средненько, а кризис подлил масло в огонь, рассказывает многодетная мама Маргарита. Мужа не стало, а родных четырех детей никуда отдавать не хочется. 1020 это хотя бы надо иметь, чтобы уже все было как бы у детей по минимуму. А имею я 4800 у меня пособия детские и 2300 у меня пенсия по утере кормиться. Все, у меня доходов больше нет. Я бы, конечно, желала, чтобы кто-нибудь из именно высшестоящих органов все-таки обратили на нас внимание и захотели хоть чем-нибудь маломальским помочь. 320 детей из детских домов, малообеспеченных патронатных и приемных семей Карелии смогли попасть сегодня в Петрозаводск на концерт и благотворительный спектакль благодаря детскому фонду. Я очень рада, что приехали из Прионежья дети, 56 детей с ограниченными возможностями, которые впервые на этом празднике. И они почувствуют, так сказать, радость летнего дня, радость общения с ребятами из других районов. Пойдут в ресторан, получат подарки от спонсоров, попечителей. Таких малышей в Карелии несколько тысяч. И для каждого ребенка, будь он приемный или родной, инвалид или совершенно здоровый, сегодня и всегда нужно создавать праздник. Так, благотворительные организации понимают и выполняют свою задачу, а семьи продолжают ждать помощи от государства. И праздничные мероприятия, посвященные Дню защиты детей, начались в Петрозаводске еще в выходные на площади Кирова. Так, несмотря на жаркую погоду, там разгуливали белые медведи в костюмах животных, а также клоунов и сказочных персонажей. В Петрозаводске провели праздник «Мир детям». Вместе со всеми участниками медведи даже пошли в пляс с Карлсоном. Мне очень жарко. Вот сейчас погода, я не знаю, наверное, градусов, наверное, 22 уже есть, да? А еще будет, говорят, 27 градусов. Вы представляете, это реально шуба. И я даже не знаю, сколько еще в ней будет находиться. Сколько продержитесь? Ну, думаю, сколько понадобится, столько и продержусь. С полудня воскресенья в центре города творческие коллективы Петрозаводска дарили «Мир детям». Все, кто не смог пройти мимо такого праздника на площади Кирова, поучаствовали в бесплатной лотерее. Организаторы разыграли мягкие игрушки, велосипедский, эдборд, самокат и много других подарков. Инициатором всего этого, как ни странно, стала обычная петрозаводская семья. Выяснилось, что День защиты детей в городе не запланирован праздником. И мы решили своей семьей, что надо сделать праздник. У нас задача, чтобы никто не остался без подарка, без шарика, чтобы все дети почувствовали, что сегодня праздник, это день для них. И, похоже, незапланированный праздник удался. А пятилетний Арсений испытал радости вдвойне. Всеобщее детское торжество совпало с его личным, днем рождения. Из парка поднялись, слушаем музыку, играют. Думаем, посмотрим, что здесь. Ну, правда, была информация, что здесь праздник детства будет в этот день. Вот, пришли посмотреть. Ну, в общем-то, ребенок доволен. Это самое главное. В Петрозаводске прошел шестой конкурс «Маленькая красавица и юный мистер Карелии». В нем приняло участие чуть меньше детей, чем в прошлом году, 20 девочек и 5 мальчиков. Однако уровень мероприятия, его организует модельное агентство «Спелл», не снижается даже несмотря на кризис. По-прежнему это яркий фестиваль детского творчества и красоты. Тем, кому посчастливилось попасть за кулисы, казалось, что это оживший кукольный магазин. Конкурсантки от 4 до 12 лет блистали не только красотой, но и талантами. У меня был выпускной, я была в платье красивом, я танцевала на выпускном танец куколка. Даша, как и все дети, натура артистическая. С первых месяцев жизни привыкла к сцене, ведь ее родители танцуют в шоу-балете. В любом случае, все детки будут отмечены, каждому станется корона, поэтому я думаю, что слез детских мы не увидим. И действительно, спонсоры постарались, чтобы все дети были отмечены и званиями, и подарками. Я думаю, что если какая-то фирма является учредителем приза или помогает данному проекту, это говорит о том, что фирма твердо стоит на ногах и в условиях кризиса ей ничего не грозит. Кстати, среди спонсоров и наша телекомпания «Ника». Главные же призы получили Галя Шкурикова и Алиса Камилова, а также Дима Фам и Даниил Ряйкинин. И к сегодняшнему празднику Дню защиты детей мы вернемся сразу после короткой рекламы. Не переключайтесь, мы продолжим через две минуты. Центр платных медицинских услуг Республиканской больницы предлагает консультации врачей-специалистов, исследования всех систем и органов на новейшем оборудовании. Только точная диагностика и профессиональное лечение сделают вас здоровыми и счастливыми. Экспресс-автотур. Ежедневные рейсы в любой город Финляндии. Быстро, удобно, надежно. Хотите в Финляндию на работу, на отдых или в шоп-тур? Комфортабельные автобусы компании «Экспресс-автотур» к вашим услугам. Идти вперед и добиваться успеха. Этой весной вместе с новой мужской коллекцией по ценам 2008 года. Аристократ. Доверились пиратам и потеряли ценную для бизнеса информацию? 1С Северо-Запад рекомендует подлинное программное обеспечение «Майкрософт». Приобретайте лицензионное программное обеспечение на сайте www.1csoft.ru. Территория лицензионного софта. Стоматологическая клиника «Ареком». Лечение зубов методом объемного пломбирования системой «Термофил». Щадящее отбеливание по технологии «Зум». Восстановление зубов по конструкционной методике за одно посещение. Все виды протезирования. Стоматологическая клиника «Ареком». В Шансе жаркая распродажа. Фотопар от «Панасоник» всего за 5690 рублей. Идти вперед и добиваться успеха. Этой весной вместе с новой мужской коллекцией по ценам 2008 года. Аристократ. Поддержку начала реставрации Кончезерского храма. Уникальный проект. Солисты мужского хора «Оптиной пустыни». Три русских баса «Профунда». Заслуженный артист России Владимир Миллер, Сергей Кочетов и Михаил Круглов. Национальный театр. 10 июня в 19 часов. Телефон 78-26-74. Вы смотрите новости. Спасибо, что остались с нами. И возвращаясь к сегодняшнему празднику – Дню защиты детей. С прогнозом погоды вас познакомят воспитанники Кондопожского детского дома. Катя Савина, Вова Мартынов и Марина Наумова. Завтра без заразки будет солнышко. Но не как сегодня. А чуть-чуть похолоднее. Плюс 16, плюс 18 будет днем. А ночью может политься дождик. Плюс 10, плюс 8. Сегодня день защиты детей. Дорогие взрослые, берегите и защищайте нас. И смотрите новости на телеканале Ника+. Еще одна полезная информация, но только уже для взрослых. Баден-Баден – любимый европейцами курортный город на юге Германии. Вот уже много лет там комфортный отдых и вечный праздник. Теперь все это и в Петрозаводске, в ресторане Баден-Баден на улице Балтийской, 21. Он открылся в последние выходные весны. И там предлагают гостям погрузиться в атмосферу празднованного отдыха и хорошего настроения, не выезжая из карельской столицы. Два весенних дня длилось открытие нового заведения. Наши рестораторы пошли в Абанг вместе с одноименной группой и Александром Эвскляром. Это наш ответ к кризису. Я вас всех поздравляю с открытием такого замечательного места. И надеюсь, что здесь всегда будет тепло, солнечно и душевно. И посмотри, 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 в последний раз на эту пристань. Баден-Баден – это подлинная неофициозная демократичность и особая атмосфера, соответствующая заведению. На мой взгляд, достойный ресторан, потому что адекватная обстановка, очень уютная. Приятно отдыхать, поэтому именно сюда, поэтому в Баден-Баден. И почти неограниченные возможности выбора. Как в еде и напитках ресторан специализированный, поэтому блюда здесь подают сытные, а порции и еды и пенного напитка большие. Если же вы так и не решились стать поклонником самого популярного напитка в мире, для вас оставлена полноценная винная карта, так и в жилой музыке и развлечениях. И танцы, и боди-арт, и в дальнейшем планируемые трансляции главных спортивных событий. А во второй день открытия любителей радовала питерская группа «Глом». В последующие выходные гостей Баден-Бадена ожидают выступления рок и джаз-групп, а также зажигательные сеты от DJF. И после нашего выпуска еще немного коммерческой важной информации, а также программа «Образование Карелии». Новости на сегодня все посмотреть. Их можно и в интернете по адресу nicodefizmedia.ru. Добро пожаловать на наш сайт. Спасибо, что вы с нами и увидимся. Не на словах, а на деле решает проблемы малого бизнеса Петрозаводское городское потребительское общество. Именно в период экономического кризиса Горпо создает наиболее благоприятные условия для поддержки предпринимателей. Различные акции привлекают дополнительное внимание покупателей. Вот и в воскресенье у торгового комплекса «Центральный» разыгрывали призы от торговой сети «Кисми». 25 наборов косметики ведущих фирм, а также профессиональный фен, микроволновую печь и телевизор «Тошеба» с DVD. Продавцы помогают также быть и хорошими хозяйками. Здесь всегда можно найти весь ассортимент товаров. Овощи самого высшего качества из разных стран. Свежее мясо от фермерских хозяйств Карелии. Молочная продукция Новгородской области. Сыры, колбасы и ветчина из Белоруссии. Широкий ассортимент меда, орехов и сухофруктов с Кубани. Можно найти и рыбные, и мясные полуфабрикаты калужских производителей. Кстати, в здании «Центрального» появились новые рабочие места в магазине «Связной». Он расположился рядом с книжным, который уже успел полюбиться жителям Петрозаводска. Крыша по небу летает, а на крыше летит дед. Новый центр открывает, о-о-о, Петрокомплект. Крыши разные бывают, но я знаю много лет. Те, кто крыши понимает, те летят в Петрокомплект. В штаблевых условиях, самых экстремальных. С вашей личной кровлею было всё нормально. Петрокомплект – это надёжно. Счастье – это когда вам комфортно одному, и когда вам комфортно вдвоём, когда у вас есть выбор, и когда выбирают для вас. Бастет. Счастье в вашем доме. Высокое качество, низкие цены – наша позиция неизменна. Бюро путешествий «Хочу в отпуск». Жить достойно в самые сложные времена помогает стабильная строительная компания «Сана». Мы предлагаем специальные условия приобретения квартир, адаптированные к реальной жизни. Подробности на сайте и по телефону 733-459. Компания «Сана». Стройте своё будущее вместе с нами. Приглашаем на выставки «Карелия Агроэкспо» и «Охота и рыбалка». Продукция по ценам производителя. Семинары, презентации, дегустации, розыгрыш призов. С 4 по 6 июня в Национальном театре и площади Кирова. «Бош в помощь». Теперь в магазине «Батя» профессиональный инструмент «Бош» можно взять на прокат. «Бош от Бати». Уверенность в отличном результате. Даром. Все украшения практически даром. Специально для выпускников. Скидки в салонах «Золотой овен». А вы готовы к выпускному? «Золотой овен». Блестящий выпуск. Качай Еврохит. Звони 0960 и не забудь пароль. Только у нас. Популярные каналы спутникового телевидения. Большая телепрограмма о самом интересном. Не пропустите. Ищите программу в газетах ТВР «Панорама» и Петрозаводск. Поддержку начала реставрации Кончезерского храма. Уникальный проект. Солисты мужского хора «Оптиной пустыни». Три русских баса «Профунда». Заслуженный артист России Владимир Миллер. Сергей Кочетов и Михаил Круглов. Национальный театр. 10 июня в 19 часов. Телефон 78 26 74. КОНЕЦ. Домик своей мечты «Маленькая Света» нарисует за несколько минут. Хоть он и небольшой, но зато есть то, без чего этот детский рисунок теряет всякий смысл. Несмотря на плохое зрение, Света, по словам воспитателей, учится очень хорошо. Своих родителей она не помнит, но уже понимает. В детском доме она оказалась из-за них. А где твои мама и папа? Они уже далеко в городе. А почему ты не с ними? Потому что меня они выиграли. Диагноз «Нарушение опорно-двигательного аппарата» 8-летнему Серёжу врачи поставили, когда он родился. В этом году мальчика возили в Санкт-Петербург, но операцию сделать пока не решились. Его ждёт ещё не одно обследование. Вместе с ним всё это переносят его воспитатели. Своих маму и папу он никогда не видел, но если бы они появились, первым делом попросил бы их вот об этом. Ездить. Куда? Ну, солдатам. Смотреть армию. Учится Серёжа с удовольствием, но после обязательно любимые мультфильмы. Про роботов, ещё Человек-паук и Черепашки-ниндзя. Нет, это ушки. О, и красиво. Когда маленькая Лаурита попала в детский дом, многие и подумать не могли, что с её диагнозом у девочки серьёзные нарушения в умственном развитии, она сможет заниматься, как и другие дети. Однако воспитатели сделали невозможное. В принципе, она так-то вот как бы понимает, да, но говорит, не говорит, что-то выражает как-то вот по-своему, по-особенному. Чтобы нам взять такое, а? Какое? Вот эту книжечку возьмём? Ну, пойдём, пойдём. Что у нас ещё тут есть? Киска спит? Ой, киска спит, да? А, птичка, птичка, да. Птичка летает, да? Летает, птичка? Летает, да. В детском доме эта группа особенная. По словам директора, чаще всего детей с нарушениями в развитии берут иностранцы. Случаев, чтобы их брали у нас, очень немного. Их боятся, хотя делать этого не надо. Таким детям нужно просто двойное, может быть, тройное внимание со стороны взрослых. Они все очень интересные дети. Света очень добрая девочка. Серёжа любознательный мальчик. Он сегодня живёт в надежде, что его прооперируют. Он будет ходить, как все, ножками по земле. Это его заветная мечта. Лаурка пришла к нам, не умеюще говорить. Сегодня она уже произносит первые слоги слов. И мы рады тому, что она понимает обращённую к ней речь. Откликается на неё. Грусть печалью ходит, это знаешь ты. Пара ходит, ты видишь, ты видишь. В детском доме девятилетняя Алсу живёт уже два года. Большую часть времени, как и популярная тёзка с экрана, проводит с микрофоном. В будущем она хочет стать певицей. Однако самое заветное желание у девочки другое. Я хочу, чтобы у меня были мама и папа. Я выходила с ними куда-нибудь, гуляла бы. Проводила время с ними, с родителями. Пока большую часть времени Алсу проводит с девчонками. Творческих личностей здесь немало. В детском доме Алёна живёт уже шесть лет. Сама пишет стихи и сочиняет песни. Хочет стать певицей, рисовать модели одежды, а ещё быть врачом. Сама учится играть на гитаре. Кем будет, пока не определилась. Зато точно знает, какой должна быть настоящая семья. Наверное, добрая, хорошая. Иногда бывает, конечно, строго, чтобы вдруг двойки или прогулы. Конечно. Ну, чтобы хорошая семья, надёжная. Можно было, если что, рассказать им свои мечты. За последние несколько лет в Карелии заметно сократилось число детей, которые воспитываются в детских домах. Это стало возможным благодаря развитию семейных форм попечения детей-сирот. Карелия стала одним из первых регионов, где был разработан закон о патронатном воспитании. За время действия закона, принятого в 2002 году, количество воспитанников детских домов в Карелии уменьшилось с 2000 до 600 человек. Сейчас в патронатные и приёмные семьи Карелии устроено больше 2000 детей. В этом Петрозаводском детском доме номер 1 48 детей. Из них 11 с нарушениями в развитии. Как и в других детских домах, большая часть – это дети среднего возраста. В то время, как потенциальные родители чаще всего хотят взять в семью малышей. Вы знаете, в нашей стране парадокс. В нашей стране есть мониторинг на тайну усыновления. То есть, в общем-то, тайна усыновления у нас принята. Хотя в других странах, в общем-то, всё это снято. И дети прекрасно знают, что они имеют приёмных родителей. Родители его усыновили. И наши русские родители, в общем-то, не говорят многим детям о том. Хотя в случае есть у нас уже примеры, когда брали у нас детей. В общем-то, они уже стали сообщать детям. В общем-то, говорить им прямо о том, что они их взяли из детского дома. А лучше сообщать? Я считаю, что это лучше делать для ребёнка. Но сделать для него, в общем-то, плавно, без болезни, чтобы он понимал эти вещи. А возвраты были детей? Вы знаете, возвраты были в 90-е годы, тяжёлые годы. В эти годы у нас возвратов не было. Для тех, кто хочет взять ребёнка, разработана специальная программа. Семья не остаётся один на один с проблемами. А они непременно возникают при воспитании ребёнка из детского дома. Решать их помогают специалисты. Психологи, воспитатели, врачи. Они работают и с родителями, и с детьми. В этом году сумма выплат патронатным родителям увеличилась. Сейчас её средний размер 7,5 тысяч рублей на одного ребёнка. Кроме того, с этого года введена денежная выплата опекуна, если они берут детей старше 13 лет или ребёнка-инвалида. Если вы хотите взять в семью кого-то из этих детей, обращайтесь в отдел опеки и попечительства администрации Петрозаводска. Телефон 71-34-36. Ведь сами они не выбирают родителей. Они их просто ждут. Такое сердце должно быть у моих родителей. Мы научимся жить иначе, не тревожить себя вопросами, ото всех своих крыльев спрячем. И однажды проснёмся взрослыми, обещаю, мы будем выше. Я считаю, что десять и случайно коснёмся крыши, и узнаем секрет невесомости. Поддержку начала реставрации Кончезерского храма. Уникальный проект. Солисты мужского хора «Оптиной пустыни». Три русских баса «Профунда». Заслуженный артист России Владимир Миллер, Сергей Кочетов и Михаил Круглов. Национальный театр. 10 июня в 19 часов. Телефон 78-26-74. Закачать классную мелодию для мобильного проще простого. Звони на номер 0960 в любое время. Слушай и выбирай лучшие. Скучные мелодии в прошлом? Звони 0960 и не забудь пароль. 920. Даром. Все украшения практически даром. Специально для выпускников. Скидки в салонах «Золотой овен». А вы готовы к выпускному? «Золотой овен». Блестящий выпуск. Прогноз погоды представляет компания «Карел Импекс». «Карел Импекс». Найдется все. Масла, запчасти, шины, инструменты, диски, аккумуляторы. «Карел Импекс». Безусловный лидер автоассортимента. «Карел Импекс». Улица Воровая. 10 В. Найдется все. По прогнозу Карельского гидрометцентра, 2 июня в Петрозаводске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, северный, 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 9,11, днем плюс 16, плюс 18 градусов. «Карел Импекс».